Интернет открыл нам целый мир, но в нем есть множество крутых вещей, о которых вы еще не знаете. Необычные растения и животные, странные природные явления. Вот вещи, которые вы, возможно, никогда не видели раньше. Это существо настолько прозрачное, что можно увидеть его дыхательную систему. Гусеница бразильского шкипера сливается с зеленью вокруг, выдавая свои внутренности за прожилки на листе, на котором она сидит. Это защищает ее от голодных птиц, пока она готовится превратиться в мотылька. Это гусеница, настоящий мастер пряток. Трудно поверить, что эти так называемые ёперлиты или драконьи яйца не ликвизит из Гарри Поттера. Вы тоже можете найти их, если постараетесь. Эти удивительные камни впервые обнаружили в Мичигане, и у них есть интересная способность светиться, как расплавленная лава, хотя они холодные. Все потому, что в них есть минерал садолит, который светится под ультрафиолетовым светом. Нет, это не липучие бумажки, выброшенные в океан. Это стая скатов-бычерылов, которых заснял дрон у пляжа Бонди в Австралии. Они обитают по всей Западной Атлантике и в Карибском бассейне, и часто мигрируют на север, в самом конце весны. Сверху они похожи на гигантскую мозаику, и еще на тарелку равиоли, смотря на сколько вы голодны. Такая рыбная трубка – настоящая сенсация. На самом деле, это удобное изобретение для мигрирующего лосося. С помощью системы лососевой пушки рыбы проходят через плотины за секунды, а не за дни. Она быстро и безопасно перемещает рыб по пневматическому туннелю. Такая система либо очень крутая, либо ужасная для лосося, которая оказывается внутри этой трубки. Говорят, лес может быть страшным местом, но знаете ли вы про такие растения-упыри? Жутковатому подъельнику одноцветковому или растению-призраку не нужно солнце, ведь у него нет хлорофила. Это паразит, поглощающий энергию деревьев, пользующихся фотосинтезом, и он растет в темноте. Из-за странного белого цвета его и назвали призраком. Не только у растений и животных есть таланты. Вот женщина, плачущая кристальными слезами. Это не так уж и красиво, по словам сатаник Козырян. Похожие на стекла слезы, скорее проклятие, а не чудо. Сначала ученые думали, что она страдает от редкого заболевания, похожего на цистеноз, из-за которого появляются такие кристаллы. Но недавно ее заподозрили в обмане из-за размера слез. В любом случае, это очень странная способность. Говорят, кошки бы правили миром, если бы у них были большие пальцы. Кажется, этот момент настал. Из-за мутации, полидоктилии, у зверей вырастают большие пальцы, особенно у кошек. Правда, выглядит это не так зловеще, как может показаться. Посмотрите, например, на Бронсона. Возможно, этот тяжеловес использует свои большие пальцы, чтобы открывать шкафы на кухне. Странная пальца не редкость. И полидоктилия встречается и у зверей, и у людей. Причем иногда она очень удивляет. Видели ли вы такой большой экземпляр? Как ни странно, это не фотошоп. У подростка из Америки есть 12-сантиметровый палец. Он идеально подойдет для боев большими пальцами. Голограммы кажутся чем-то из далекого будущего. Но они уже есть даже в настольной форме. Это изобретение разработала компания 4D Views. И для него успешно собрали деньги на Кикстартере. Оно позволяет создавать голограммы с помощью 3D-технологии. Устройство создает 45 отдельных видов 3D-модели. И с помощью специальных линз делает голограмму, которую затем можно рассмотреть со всех углов. Круто, правда? Погода обладает удивительной силой. Эти замерзшие яблоки заметил фермер из Мичигана. И внутри них не было плодов. Такие призрачные яблоки появились во время заморозков, когда влага, покрывающая их, заледенела. В некоторых случаях сгнивший плод проскальзывал через ледяную оболочку. У яблок более низкая температура замерзания, чем у воды. И они могут таять и просачиваться в виде кашицы, когда трясется ветка. Если вы верите в мать природу, посмотрите это видео, на котором земля в лесу как будто бы дышит. Большинство растений дышит через фотосинтез. И такое человеческое дыхание удивило многих людей. На самом деле, этот лес в Квебеке просто реагировал на очень сильный ветер, который поднимал корневую систему молодых деревьев. Из-за этого мшистая земля тоже поднималась. И казалось, что она дышит. Гигантская буррито – это вкусно. Но не тогда, когда ты внутри него. И никогда это вообще не еда. Это интересное изобретение нужно для того, чтобы защищать мотоциклистов в случае аварии. Оно выпускает подушку безопасности вокруг всего тела водителя. Прототип официально называется «подушка для байка». Но человеческое буррито – тоже подходящий вариант. Можно сделать подушку в виде разной еды. Представьте, что вы идете по музею и случайно опрокидываете римский бюст. А затем с ним происходит вот это. Такие скульптуры работы бумажного скульптора Ли Хонг Бо. Они невероятно тягучие, но при этом выглядят как каменные. Или даже деревянные, на первый взгляд. Каждая скульптура делается из тысяч сложенных листов бумаги, склеенных в сотовую структуру. Которая умеет тянуться. Просто представьте комнату, где все было бы работой Ли Хонг Бо. В мире есть много странных растений, но гиднора африканская, пожалуй, самая лучшая из них. Это растение не зря называют пираньей, как видите. Но странности на этом не заканчиваются. Как и у подъельника, у него нет фотосинтеза, и оно паразитирует на чужих корнях. У гидноры нет листьев, но есть странный красный цветок, который пахнет как свежие фекалии. Так она привлекает навозных жуков, опыляющих ее. Она похожа на растение из Супер Марио, но я бы не хотел, чтобы она росла у меня дома. К тему странных растений. Вот еще одно. Вильвичия. Оно растет в пустыне Намиб на юго-западе Африки. И это, по сути, живой труп. Этот огромный кусок увядших листьев на самом деле здоровое растение, которое с помощью больших, вечно растущих листьев собирает росу по утрам. У вильвичии растут шишки, а не цветы. А еще она существует со времен динозавров. Так что это живое ископаемое. Смотреть на перекати-поле, катящееся по улице, всегда крайне интересно. Но жители городка в Калифорнии не обрадовались внезапному вторжению перекати-поле, произошедшему в 18-м году. Виктор Вилл, находящийся в пустыне, оказался заполнен колючими растениями из-за урагана, который сломал стебли чертополоха, и они покатились в сторону города. Жители пытались убрать их виллами, и, как потом рассказывали, некоторые не могли выйти из дома, почти как снегопад. Эта штуковина – не зацензуренная фотография камня, и ни один из скриперов в Майнкрафте. Это драгоценный камень – турмалин Конга. У него необычная огранка, и каждая грань отражает все, что находится вокруг. Кажется, что весь камень размыли с помощью фоторедактора. Представьте, что будет, если уронить его в траву. Цвета бывают разных оттенков, но кто знал, что есть очень сильный оттенок черного. Ванта Блэк – это материал, который создала ссорой Nano Systems из Британии. Эта субстанция поглощает до 99,96% видимого света. Она настолько темная, что объемные предметы кажутся плоскими, если смотреть на них прямо. А плоские формы кажутся глубокими, как эта двухметровая инсталляция, похожая на дыру из мультфильма. Что за черная магия здесь происходит? Выглядит так, будто чайный столик полностью преображается с помощью чудо-краски. Отчасти это правда. Яркие рисунки спрятаны под черным термохромным покрытием, которое чувствительно к теплу. Цвет появляется, когда на поверхность выливают кипящую воду. Такую краску используют весьма часто, например, в кружках, которые меняют цвет при высокой температуре. На этом видео показано озеро Маракайба в Венесуэле, где молнии видны почти каждый день. И это очень интересное и необычное природное явление. После ударов молнии часто остаются причудливые узоры, потому что ток испаряет влагу под землей. Это напоминает следы на коже людей, попавших под молнию. Также она нередко попадает в песок. И тогда, при температуре 1800 градусов, он плавится, образуя стеклянные трубки под названием фульгурит, или окаменелые молнии, которые можно выкопать. Погода может породить смертоносный огненный торнадо. И да, такое явление правда существует. Это природное явление встречается в лесных пожарах, когда горящие растения засасывают в вихрь. Тогда загорается и сам торнадо, сеющий хаос на своем пути. Канадские пожарные столкнулись с этим в 2018 году, когда их шланг засосало в огненный вихрь. Спасти его не удалось. А один миллиардер даже установил личный огненный торнадо в особняке в Лас-Вегасе. Вы когда-нибудь видели акулу, светящуюся в темноте? В 2019 году ученые наконец-то выяснили, что кроется за такой необычной способностью. Они изучали биофлуоресцентные кораллы с помощью специального освещения и наткнулись на эту рыбу. Светящиеся акулы это не результат генетической модификации для науки, как эти кошки. Они поглощают голубой цвет из океана и заново излучают его, превращая в зеленый, чтобы отогнать бактерии. Любителям собак точно понравится земля бездомных псов. Это огромный приют в Коста-Рике. Безопасное убежище, в котором живет почти тысяча бездомных собак. В их распоряжении территория на 378 акров в живописных тропических горах. Посетители и волонтеры могут гулять и играть с четвероногими друзьями. И большинство собак можно забрать домой. Будет трудно уйти с пустыми руками. Угревидная зубатка может сильно испугать, особенно когда узнаешь, что она способна съесть. У этой рыбы очень крепкие зубы, позволяющие ей прогрызть морских ежей. Когда зубатка съедает много ежей, ее зубы напоминают розовый кварц. Такой кошмар не захочется встретить в темном переулке. Переезд – тяжелый процесс. Но посмотрите на это. В малазийских деревнях была традиция перемещать целые деревянные дома. И люди поднимали и переносили их. Чтобы показать этот обычай молодому поколению, жители Кампунг-Клабу-Кубонг перенесли полуторавековой дом в 18-м году. Такую технику также используют в общине амишей. И это явно непростая и тяжелая работа. Это фото выглядит ужасно неприятно и пугающе. Да, у фермера 74-х лет и правда был 10-сантиметровый рог на голове. Он появился, когда мужчина ударился головой. За пять лет до этого индийские хирурги удалили рог, когда парикмахер больше не мог его стричь. Появление таких рогов связано с солнечным светом или радиацией. И люди, у которых есть один или два рога, выглядят так, будто носят грим. Что впечатлило вас больше всего? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok